здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел с вами поделиться интереснейшей информации по поводу того вообще что происходит у нас в небе как нам на это реагировать и чего ожидать буквально завтра марс пойдет в созвездие или в знак рыбы и он будет аспектировать знак близнецов в котором у нас находится экзальтированный сильнейший просто раху меркурий и также будет в ближайшее время двадцать первого числа в том же самом знаке затмение солнца которое бывает очень редко именно в таком положении каким образом это повлияет но во первых сам марс как мы знаем марс это военный дух это отсутствие страха это желание добиваться цели это бунтарь это личность которая крушит все на своем пути каким образом это проявится поскольку у нас раху и меркурий находится вместе с марсом в воздушных знаках то значит огонь будет раздуваться если вы когда-нибудь дули в костер то вы заметите что огонь начинает раздуваться и и разгорается еще с большей силой то же самое мы будем наблюдать буквально завтрашнего дня это заденет европу заденет америку англия германия вообще в умах людей появится желание добиться как говорится заслуженного до защитить свои права масс-медиа будут очень сильно контролировать процесс информации вся какая-то не правдоподобная с их точки зрения информация будет ущемляться будет вырубаться выжигаться каленым железом людей будут банить в соцсетях любая альтернативная информация которая фактически может доносить истинную информацию до людей будет шифроваться будет убираться очень будет много fake news ложной информации также меркурий у нас отвечает за законы раху отвечает за людей которые хотят эти законы под себя подмять поэтому можно ожидать естественно большого всплеска агитации в масс-медиа очень много вранья очень много неправдоподобной информации которая будет подогревать вот этот вот уже пылающий какой-то пожар в умах людей и вот это скрытый гнев который у них не есть и кто-то захочет этим делом всем манипулировать сделать этот процесс управляемым и это будет очень пагубно сказываться на государствах на власти на законодателях на политиках очень будет сильный большой передел в государствах с 21 числа у нас начинается солнечное затмение которое фактически очень сильно повлияет на весь ход истории на ближайшие 20 лет мой вам совет в это время старайтесь фильтровать информацию старайтесь ее отслеживать ни в коем случае не подвергайтесь влиянию новостей потому что 90 процентов информации проходящей через все вести новости все масс-медиа они будут нацелены на полностью обратное чтобы дискредитировать людей чтобы их каким-то образом зомбануть дать им ту информацию о чем они должны думать в то время как как говорится из-под полы до за ширмой будут происходить очень большие переделы могут проявиться как переделы во власти так и переделы в церкви во всех духовных организациях возможно будут нападки на руководство на руководителей партий и так далее то настроение когда человек в обычной ситуации мог себе сказать что я не могу себе чего-то позволить в ближайший в ближайший месяц это настроение уйдет поскольку марс аспектирует раху и меркурия это значит что люди они найдут в себе силы то что раньше было нелегально и нереально и чего они могли бояться в этот раз они скажут я могу это сделать где-то будут формироваться в особенности в штатах параллельные государства европу заденет также это будет германия в украине могут произойти очень нехорошие вещи вплоть до какого-то военного вмешательства также будет усиление военного присутствия возможно даже против бунтующих против протестующих и это будет накал страстей в это время самое главное что нам нужно для себя как говорится заметить и учесть это то что информация должна быть фильтруема ищите сами информацию доходите сами до ваших собственных выводов не подпадайте под влияние тем более если у кого-то марс в первом доме марс в шестом доме марс каким-то образом аспектирует луну если он является хозяином 6 6 8 12 дома и он аспектирует меркурий или луну тогда именно вы станете тем тем человеком кто сможет подпасть под влияние вот этого информационного торнадо и можете попасть под раздачу поэтому старайтесь никаким образом к этому не вовлекаться поскольку это у нас квадратура то такие знаки как стрелец рыбы близнецы и девы они могут быть каким-то образом так или иначе вовлечены во всю эту движуху в каких-то потасовках в демонстрациях кто-то может вас позвать пойти на митинги или что-то в этом роде будьте осторожны старайтесь этого не делать если вы чувствуете что вы бьетесь за правду за какую-то истину то вы можете это сделать но очень будьте осторожны потому что именно на вас нацелена сейчас энергия этих трех мощнейших планет которые могут покорюбить кого-то поэтому будьте осторожны есть различные корректирующие мантры ОМ НАМО НАРАЯ НАЯ это одна из мантр которая балансирует полностью все чакры которая балансирует энергию вы можете ее повторять ОМ НАМО БХАГАВАТЕЙ ВАСЦУДИ ВАЯ это мантра которая успокаивает ум вы можете ее повторять достаточно это делать в понедельник или на рассвете это древние ведические мантры которые отвечают за сердечную чакру и наш ум наше тонкое тело элемент воды потому что в основном человек становится подвержен этому именно через эмоции именно эмоции информация эмоции вовлекают его будоражит его нервы нервная система это Меркурий и потом человек идет в действие это уже Марс вот но все это на сердечной чакре сердечная чакра это солнце и солнце 21 числа оно будет будет затмение это значит что энергия раху энергия экзальтированного раху это значит время темных сил очень мощно усиливается очень мощно будет расширяться глобально я бы сказал вот очень сильно это заденет Индия и Пакистан в особенности границы между этими двумя странами это заденет эту часть поэтому каких то можно ждать конфликтов которые могут быть именно на границе между Пакистаном и Индией там где будет проходить затмение это будет в основном влиять очень сильно Европу это не так сильно заденет но в любом случае энергия планетарная она будет видна и слышна по всему миру поэтому шанти 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 оум будьте на правильной позитивной волне старайтесь помогать людям делать добро в это время если вы будете добиваться чего-то как говорится своих прав через силу помните что это время очень благоприятно для демонических натур поэтому те кто будут биться за правду за истину за правду матку могут пострадать вот такой вот прогноз на ближайший месяц начиная с 19 числа заканчивая концом нашего коридора затмений который заканчивается заканчивается 5 июля но в любом случае отголоски мы еще услышим в ноябре о чем я сделаю отдельное видео поэтому обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и всего вам самого доброго